Субтитры сделал DimaTorzok Вышла вон. Ну что? Всем шалом! Я вернул свое шоу. Стол все еще хранит тепло Василия, Басты. Значит, это музыкалити. Здесь мы выставляем оценки топовым трекам. Сегодня мы будем слушать и оценивать самые популярные новогодние песни разных поколений, потому что до Нового года осталось всего несколько дней, и вы должны точно знать, что слушать за праздничным столом. По китайскому календарю наступает в январе год тигра 2022, а значит за столом дракон, свинья и петух! Спасибо! Вот и встретились. Спасибо моим родителям за отличный год. Сегодня с нами Сергей Лазарев. Привет всем! Как говорят по китайскому календарю, хрю-хрю. Хрю-хрю. Да, сегодня с нами Марк, он же Маркул. Парни, знакомы ли вы? Нет. Так, знакомы ли вы с творчеством друг друга? Сереж, знал ли ты, что существует такой артист Маркул? Хороший, большой артист. Ну подожди, ну ты слышал? Секундочку, а ты слышал? Честно, к своему стыду не слышал. Нет, ну ты не мог не слышать хит всех времен и народов «Я в моменте». А, подожди, так. Да. Так это что? Так это Джарахов и Маркул. А, это ваша совместная история. Ну да, совместная. А, это у меня дочка поет эту песню, трехлетняя. Марк, раскрой секрет, кто что делал в этом треке? Приходил Джарахов, сказал, все он, все он. Маркул просто присоседился. Я просто случайно оказался на студии. Да нет, на самом деле я думал трек вышел, я ему написал, мы давно знакомы. И искал крутой трек. Он мне ответил на это, что трека нет в сети, это демка, я не знал. И говорит, прыгай. Я подумал, что как раз я альбом выпускал, и я долго молчал, у меня год был. Подожди, прыгай и что, ты куда-то прыгнул? Ну в смысле... Запрыгивай в трек. Запрыгивай на трек. Понятно. Расскажи, пожалуйста, что ты знаешь из творчества Сережи Лазарева. Ты же вырос на его песнях. Естественно. На самом деле, я в 2007 переехал, и вот когда я переехал, я не слушал с 7 по, наверное, 17 до момента возвращения. В принципе, все, что происходило у нас на рынке. Он до 2007 года уже... У вас группа была, и вот это все помни, конечно, Smash. А, Smash, конечно. Это все знаю. Ты что, я его видел вот таким еще маленьким. Только ты вытаскивай руки из-под стола, очень странно это выглядит. Да. Спасибо. Я на самом деле бы снял. Да, снимай, конечно. Конечно. Раздевайся. У нас многим жарко. Да. Многим жарко в присутствии Сережи Лазарева. Как я сейчас? Ох, молодец. Не могу оторваться от твоих татуировок. Тут указатель на Хабаровск, да? Ну да. Смотри, Сереж, я правильно понимаю, что вот оставшиеся это для тех городов, куда ты еще переедешь, да? Возможно, да. То есть ты оптимист? Ну вот я в Питере три года прожил и почему-то не вписал, вот следующее это будет в Санкт-Петербурге. Ага. Сереж, кроме того, что у тебя имя, ну, Энн, сына Никиты, что-то еще у тебя есть для этой татуировки? А, Аня. А, Аня, еще у тебя крылья где-то какие-то. Здесь, да. Собираешься ли ты как-то дорисовывать, соединяться эти крылья в какое-то тело потом? Ты знаешь... Это же заразная вещь вообще. Да, нет, я уже подумал о новой татуировке. У меня недавно вышел альбом 8, я расположил 8 как бесконечность на обложке. Я подумал, что это может быть небольшая такая еще новая татуировка. Да, кстати, я даже знаю место, где она будет хороша. Бесконечность. Нет, я просто чисто по очертаниям я подумал. Ой, извините. По очертаниям, да. Не, ну... Да. Да, хотя бы так, да. Но там уже крылья рядом, это странно будет. Такая крылатая жопа полетит куда-то. Так, хорошо, джентльмены, сегодня мы с вами будем слушать новогодние треки. Ох. Но перед этим я хочу, чтобы мы подвели итоги 2021 года. У меня есть в музыкальте любимый жанр. Называется одновременное интервью. Я задаю вопрос, считаю 3, 2, 1, или вот так вот делаю руками, показываю, и вы одновременно отвечаете на один и тот же вопрос. Отлично. Понимаете, да? Да, да, да. Чтобы никто не мог что-то подтасовать, подстроиться друг под друга хором. Раз, и ответили. Итак, мы начинаем новогоднее одновременное интервью. Ну что же, за 2021 год, ну когда я буду говорить я, это вы про себя. Да, да, да. За 2021 год я заработал… Ах ты какой. Да нормально. Алло, налоговая? Да, Аня уже гуляет, налоговая уже сейчас не смотрит. Уже 28 число, там уже… Праздник! Она пересмотрит это в YouTube, это же не по телевизору, понимаешь, когда… То она, они не знают, что такое YouTube, они Routube смотрят. Там мы не выходим, ты что, это же налоговая. Нет, они консервативные, они читают газеты. Знаешь, как я себе ответил, не так много, как хотелось бы. Марк, что ты загрустнул? Вообще ничего не заработал. Не, я думаю, что за этот год я заработал COVID. А? COVID за этот год заработал. Ты что заработал за этот год COVID? Ну, хорошо. Поехали. Следующий вопрос. В этом году я так и не успел купить… Машину. Сейчас, подожди, я не смогу купить себе. Да, это не для этого. Да я что, все купил? Все успел, да? Машину. Какая машина должна быть? Я, кстати, не знаю. Это зависит, я тоже только что дом купил и вот думаю какую. В зависимости от сколько продолжите переносить концертов. То есть вот… А, из-за пандемии, да? Ну, конечно. Понятно. Нет, просто я все, что надо купил еще до, когда пандемии не было. Ну да, все надо, все купил. Гречку. А сейчас уже все есть, гречка, тушенка, все есть буквально. Да. Хорошо. Следующий вопрос. В новогоднюю ночь я буду пить… Виски. Виски. И, кстати, причем это не запланировано. Я просто сейчас… Смотрите, вы дом купили, дом купили. Виски пьем. Вы не вместе живете случайно? Да нет, я даже не подумал. Да, следующее. А я подумал. Следующее. В этом году я так и не успел… Откатать футур. Прыгнуть даже с парашютом. А ты собирался, да? Не страшно? А. Не успел и не собирался. А, да. Хорошо. На самом деле, я впервые за 37 лет, в прошлом году я впервые стал на сноуборд. И я вообще тоже боялся, особенно после Шумахера, который… Ты сейчас на нем? А, да. Лыжи, да, 43-го размера, кроссовки. Ты катаешься на горном сноуборде? Да, вот я говорил о сноуборде. Я как раз был там, когда Шумахер разбился, именно в том же регионе. Да ладно? В Куршевеле. Да. Ну, Free Valley, по-моему, называется вообще этот. Да, да, да. Вот. И получается, я только… Мы туда поехали, я не умел вообще кататься на сноуборде. Я взял два урока и меня научили, получается, стоять на нем, ездить вот там зигзагом, или как это называется, но не тормозить. Я не успел научиться тормозить и поехал туда. Класс. Получается, я катился с этой горы где-то там, и едет бабушка вот наискосок. Как ты понял, что это бабушка вот в обмундировании лыжной? Когда мы врезались, она лежала, смотрела… Ну, она жива осталась? Все нормально, бабушка? Не у… надеюсь… Не у… Не у… О, я вспомнил, давайте начнем шоу наше. А, блин, мы же тут не просто так… Попиздеть… Мы же тут музыку слушаем, да. Смотрите, ребят, значит, мы сейчас будем, как мы говорим в нашем поколении, на Песни года, будем слушать шлягеры. Шлягеры. Ненавижу это слово, на самом деле. Хорошо. Мы сейчас будем бенгеры слушать. Давай. Да, как у нас… Мы тоже на нашем языке. Да, бенгеры. Оживился Марк. Услышал одно знакомое слово. Вот. Это максимум было оживления Марка. Итак, смотрите. Значит, каждый из вас ставит от нуля до десяти, ну, от единицы до десяти за каждый трек. У нас будет пять треков, новогодних, разных эпох. Угу. По оценке от вас и плюс народное мнение. Плюсуем, загоняем в черт. Понятно, да? Хорошо. Поехали. Отлично. Разделяем по-братски колодочку. Это тебе. Это тебе. И по нашей древней традиции, установленной еще мной несколько лет назад, я вам предлагаю придумать или какое-то слово сказать, с помощью которого мы начнем. Это будет синоним вместо начали. Ну, типа начали, начинаем. Ну, типа жги. О, жги, прекрасно. Поехали. Только не поехали. Самое заезженное слово, естественно. Let's go. Let's go. Ну, тоже. Давай еще покопаемся в английском. Так, что-то я не подумал. Причем смотрю много выпусков и не подумал заранее слово подготовить. Let's get it. Let's get it? Да, да, да. Хорошо. Жги. Жги, да? Итак, это музыкалити, новогодний выпуск. Жги! Нормально. Ты так машешь руками, и ты показал на меня, а то ты просто машешь. Да просто я машу, да. Все-таки Лерка была права, бывает, что ты тупеньким, да. Поехали, первый трек. Поехали. Жги. Думал, что эта песня будет почему-то сразу. Сразу это, да? Классика. Она какая-то отбитая, понимаете? А, значит, бери эту. Я не пел. А это тоже открытая. Может, она еще старая, если прошло. Ага. А я попрошу. У меня есть еще одна. Нормально. Поехали. Вот она. Вот она. Вот она принесет, пожалуйста. Поехали. 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 Да. Поехали. 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 Да, мне кажется, прям настроение того. Сразу пусть оркестром дирижировать. 20 века еще. Да. Чуть задумался, какой сейчас. Слушай, вот если бы эта песня вышла сейчас, она бы залетела? Нет. Нет? Ну, потому что, естественно, как бы больше двадцати лет назад получается песня. Ну, музыка очень сильно поменялась, технологии появились, и как бы никто так не читает. Но эту песню я бы не стал так расценивать. Это невозможно тогда по-другому. То есть для того времени это по-любому топ. Мне кажется, вообще время поменялось. Вот этот задор бы не прошел. Нет сейчас такого задора. Вот чтобы орать со сцены. Дед Мороз! Дед Мороз! Сейчас все такие крутые. Дед Мороз! Мне кажется, они даже сами уже по-другому эту песню поют на сцене. Нет, они такие же остались. Да, они тут были же на твоем месте. Да, да, такие же. Как мочи. Пиво! Да, они совершенно... Ну, давай, русский народный евродэнс. Оцени, Марк, что ты думаешь по этому поводу? Я бы дал десять. А? Как бы ты на английский перевел «дискотека-авария»? Так, интересно, кстати, никогда не задумывался. Дискотека-авария. Диско-коллижн? А коллижн? Ну, скорее, да. Что значит, они сразу какими-то эстетами становятся? Да, да, да. Как будто они в двубортных пиджаках выходят. Британская история сразу. Да, дамы и господа. Диско-коллижн. Диско-коллижн. И такие два... Пэтшу-бойцы. Пэтшу-бойцы, да. Пэтшу-бойцы такие выходят. Такие немножко им все равно такие. Так, хорошо, что ты думаешь по поводу этой композиции? Слушай, ну, я думаю, что, опять же, конечно, трек, который из года в год вызывает у нас новогоднее настроение. Можно сколько угодно ругать все эти огоньки, потому что одни и те же люди. Это определенный период, когда хочется безбашенного веселья, когда ты не думаешь ни о чем, кроме как выпить, закусить и громко покричать. Поэтому в контексте Нового года, конечно, песня крутая, классная, и вот включи ее на любом мероприятии, на самом даже скучном, точно вывалит народ танцевать и будет... Давай честно, вот ты, хачок, зожник, давно так отмечал какие-нибудь праздники? Вот чтобы выпить, закусить, лечь в шесть, нажраться, потом еще споесть с утра. Ты знаешь, я думаю, что в ближайшее время я так и сделаю. Я вообще... Я вообще... Нет. Отпустишь себя, да? Нет, что вы смеетесь, я в принципе... Бывают такие, что я вот себя отпускаю и прям... Они смеетесь, потому что они не верят. Просто я это сделаю аккуратненько дома. В смысле с детьми? Ну давай, не кидай! Папа, я не хочу! Лобухнем! Ну почему ты так со мной ведешь себя? Ну мне нельзя нигде, только с домашними. Я к тому, что надо расслабляться иногда надо. Марк, ты веришь, что он выпивает? Да, у меня нет причин не верить, да. Да нет, нет, слушай. А ты просто веришь людям, да? Он просто... Да, может и так сказать. Да нет, на самом деле я не знаю. На праздник? Купите брошюру адвентисты седьмого дня. Слушай, у меня с выпускного 99-й год, когда песня вышла. А-а-а! То есть вот, 99-й год. И что было на выпускном? Я помню сейчас, мы его зажигали. И ты под нее? На выпускном у меня просто привылокли домой меня, потому что я не мог идти. Что ты делал? Что ты пил? Что? Я водку пил на Креновская площадь. Девчонки под кренолинами разливали водку, потому что нельзя было... А-а-а! Ну что еще? Так, 99-й год, напитков других особо не было. Балтика девятка, что нормально, хорошо, да? Заходила. И водочка. И нормальненько. Смотрите, у нас эксклюзив. Лазарев знает, что такое Балтика девятка, да. Конечно. Ну, одну бутылочку пишешь, и тебя убирает вообще конкретно. Это вот, понимаешь, что тот период. Я чувствую, что у тебя прям слюна выделяется. Прямо сейчас со вкусом. Нет, сейчас я, конечно, себе такого не позволяю, потому что, во-первых, у меня лет уже недолго. Да уж когда, конечно. И потом, как бы, напитки стали гораздо благороднее. Да, а теперь у тебя Шату Марго девятка, Свиньон Блан. Свиньон Блан, да. А как ты думаешь, Марк, вот Сережа, когда выпьет, ну, бухнет так сильно. Да, да. Он такой жесткий, так за Россию втирать начинает? Или, наоборот, мягкий такой, добряк? Я думаю, что такой уже, наверное, да. Не думаю, что резко начинаешь. Не, я не бычусь. Не бычусь. Я, наоборот, очень веселый, я смешной. Ты спрашиваешь у людей, ты тут служил? Нет, я начинаю просто дико всегда хохотать, смеяться. А в институте у меня была такая тема, что я начинал чуть что-то сразу раздеваться. Ну, я так сразу, стриптиз устраивает. А, поэтому тебе часто приносили пивко, водку, просто чтобы посмотреть, да? Отлично. Классно. Марк, ты выпиваешь вообще? Ну... Как вообще в Лондоне принято? Ну... Достаточно, можно сказать. Да там все бухают. Там жмочная, там бабы, они сидят там постоянно, да. Я, на самом деле, люблю расслабиться, так скажу. А, да? Конечно, сто процентов. Твой любимый алкоголь какой сейчас? Ммм, коньяк, скорее всего. Виски, ты говорил? Либо виски. Коньяк или виски, в зависимости. Ну, надо поговорить про бухлон. Ну, обязательно. Конечно. Чтобы быть ближе к людям. Конечно. Вот завтра СМИ напишут Лазарев. Завтра СМИ ничего не напишут. Они еще долго ничего не напишут. Но потом они проснутся и напишут что-то. Итак, давайте оценки. Десять, ты сказал, Марк. Да я тоже, наверное, долбану десятку, потому что самое главное в этой песне это настроение. Ты чувствуешь, раньше ты на выпускном долбал девятку, а сейчас долбанул десятку. На повышение идем? Итак, десять, десять и слушаем мнение народа. Привет, меня зовут Стасия, мне 23 года, я звездочка. Включайте свою новогоднюю песню. Звездочка? В смысле звездочка? Зашибись, напоминает о голубом огоньке, когда ты с семьей встречаешь Новый год дома. Мне нравится такой настрой. Мне кажется, что это новая традиция в России встречать Новый год с этой песней. И ни один Новый год без нее не обходится. Я оставлю этому треку десять из десяти. В конце хочу сказать спасибо косматому из дискотеки аварии за этот трек. Ооо, ребята, дискотека авария. Можно закрывать выпуск, 30 баллов. Ну, я считаю, что заслужено. Так, опа, оп. Как ты думаешь, почему она приклеилась? А почему на Евровидении я висел вот так, как ему на стене? Ну, ты липкий? Ну что, поехали дальше. Итак, что у нас за шоу? А, музыкалити. 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 Поймали новогоднее настроение? Обалденно. Можно водички? Можно. Принесите нам воды, я уже просил. И мне тоже. Качка сушит. Это твоя, да? Да, но у меня есть, я говорю, у меня есть неоткрытое вот здесь лежит. А, я слышал? Давай, спасибо большое. Воды! Воды! Артиста плоха! Итак, один трек послушали. Новогоднее настроение есть. Поехали дальше. Второй трек. Местные дети любят играть в снежки. Многие уже умеют лепить снежную бабу. А злые мужики с усами прут мышки. Щедро посыпают мирно и более слабо. Зима. Холодно. Люди замерзают. И снег двух видов выпадает в столицу. Заносит двойная фьюга. Одну приносит с севера. Вторую нам привозят с юга. Один снег нам дарит небо. Второй везут Деды Морозы. Таджики и негры с подарками в недрах своих желудков. Либо большими фурами с последним урожаем фруктов. Тут идет распасовка продукта. Попготовка продукта к московским уткам. Этому способствуют погоны. На северу другого Дед Морозов. Безопасность снежных маршрутов. Я видел снег позапрошлым летом. Почти забыл об этом. Просто мысли рождают куплеты. И вряд ли меня можно назвать поэтом. Просто я на этом два года где-то убивал кеды. Подарков ждут все. Девочки. Мальчики. Фуражки. Начальники. Злобные. Хачики. Святые источники. Красные шапочки. Больнички. Ой, мам. Ты ждешь припева? Да, 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 да. Когда подпевать? Вроде как мы затихли. Леди все бросили. Тех вроде как бы не видно. Прикольно наблюдать. Начинают снова. А вдруг будет? Спалиться бояться, но не особо стесняются. НОВЫЙ ГОД К НАМ ЧИТЬСЯ. Надо состыковать две песни. Нет, 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 смотри. Сейчас я тебя. Офигительней в камнях. Тут предпочтительней оставаться зрителем. Это не остановить. Я вспоминаю про родителей. Но мое сердце на пораженье. Ты знаешь, что уже ты медлишь. Чего они только не видят. С этим движением. С этим движением. Хип-хоп очень хорошо рифмуется с поп-музыкой. Как много попсовых припевов и хип-хопных каких-то. Чё-то тебя плавит заикаться. Запел. Куплет хип-хоп, припев. Да, попса. Попса, да. Сейчас я говорю, вот с этой песней нужно... Ты знаешь, кто это? Кто это? Нет. Как? Ты не услышал по говору? Серега, ну ты чё? Не узнал? Нет. Могу подсказать естественно. Гуф. А, гуф? Молкул, правильно. Гуф. Конечно. Но это же гуф с песней новогодние. А? А это, 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 это такая уже, естественно. Известная песня, да? Ну на самом деле, вот если говорить о той, то, что когда я начал говорить, что вот это там классика для того поколения, это скорее всего, это, конечно, максимально не новогодняя песня, но по факту в рэпе, мне кажется, в русском это не меньше по статусу песни, чем та. Да? Серьёзно? Да, собственно. Это единственная песня с названием «Новогодняя» в русском рэпе. И то там всё время… Ну там два вида снега, понимаешь? Да там даже не два, там один, и то не новогодний. Но белый, хотя с ним весело говорят. Сейчас вообще, сейчас вообще лучше не соглашайся. Там неизвестно, что возбудится в следственном комитете. Я, кстати, когда слушал, сейчас думал, интересно, если сейчас эту песню выпустить. Да. Вот если сейчас, зачем мы её поставили. Так, ну неважно. Скажем раз, с точки зрения музыки, как тебе вот это? Знаешь, мне кажется, вот в такого рода песнях, главное, что когда качает вот так вот, когда голова в кач идёт, всё, значит, работает. Тебя качало? Качало, качало. Не, ну, понятное дело, что под эту песню вряд ли… Давай, на… Ещё… Кстати, там очехот похожий… Эмм… Господи, на столе… Эммином. Эммином. А, нет, не эммином. Мне кажется, это 50 Cent был. Смотрю, о чём речь. Там просто похожие синты. Эмм… Ну, смысл в том, что, конечно, у Гуфа эта песня, возможно, такой же большой хит. Несите нового Лазарева, это сломался. Это хит, как «Искотека Авария». Ну, просто я пытаюсь… Понимаешь, я пытаюсь оценить это с точки зрения, там, музыкальности… Вот, от себя скажи и всё. Буду ли я слушать эту песню, например? Нет, конечно. Ну, то есть, это просто не очень моё. Другое дело, что… Эмм… Качает, качает. Ну, качает, да. Качает. Марк? Я, в принципе, начал, наверное, русский рэп слушать с альбома, на котором находилась эта песня. Причём… «Город дорог». Да, да, «Город дорог». Вот, поэтому… Я не думаю, что это будет десятками раскидываться на лево, на право, если честно. Ну, по ходу дела. Ну… Ты щедрый малый. Нужно и так сказать. В общем, я считаю, что этот альбом один из таких основных в русском рэпе, наверное, десятых, наверное, потому что он, по-моему, в 2007 вышел или что-то такое. Ну, в общем… Да, да, правильно. В 2007, да. Ну, вот, так что… А скажи, а ты вырос на рэпе каком? Англоязычном или русскоязычном? Англоязычном. Поэтому, когда я сказал… То есть я рэп-то слушал до этого, но когда я понял, что в русском рэпе что-то начинает происходить, это вот когда он выпустил «Город дорог». Правда, у меня там было лет 13, наверное, тогда, но… Ну, то есть это наш классик, «Гуф». Этот альбом. А как после западных фирмачей «Гуф» звучал? Нормально? Да, мне кажется, в тот момент рэп ещё был у нас в России в таком зародыше. Зато сейчас открываешь все чарты, и в основном это хип-хоп-музыка. Конечно, да. Но это было ясно по веянию… Давай не будем ревновать вслух. Не-не-не, не ревновать, у каждого своя аудитория, свой зритель. Я, кажется, очень спокойно к этому отношусь. Просто это было всё понятно лет 10 назад по тому, как выстроились чарты в Америке. Потому что поп-музыка потихоньку стала уходить на второй план. И хип-хоп… Все прогнозировали как раз, что стрельмёт хип-хоп в России. Как раньше был шансон, как бы все говорили, там, эстрада – шансон. Хип-хоп где-то был в зародыше. А потом, вот сейчас, по факту, наверное, хип-хоп вышел на лидирующий политик. Но это ещё из-за того, что он меняется постоянно. То есть такой жанр, который ты… Ты знаешь, для меня, честно, я могу сказать, что ничего не меняется. Вот по мне, если я говорю о том, что у всех вот… и читка. Ну да, здесь очень важен смысл, здесь очень важен посыл. Ну, то есть, там, музыкально очень сложно… Ну, то есть, есть, конечно, какие-то там уникумы. Но, в принципе, для меня это всё одна сплошная длинная песня с разным текстом. Ну, разве ты не чувствуешь разницу между тем же Гуфом и нынешним Моргенштерном? Нет. Да. Ну, просто Моргенштерн – это, как сказать… Не могу сказать большим словом шоумен. Но, так или иначе, он всё равно перформер он. Он из всего, из каждого своего выхода делает какое-то действо… События, да. …события, о котором говорят. Хорошо. А вот, Марк, скажи, с другой стороны зайдём. На твоём взгляд, где заканчивается хип-хоп, рэп-культура… …и начинается попса? Ну, вот, например, песня «Я в моменте». Это уже попса? Ну, это попса утрой, конечно. А, то есть, это уже не… Ну, видишь… …но не зашкварная попса? Да, нет. Точно не. Ага. Просто, мне кажется, рэп, в принципе… Вот я другого мнения. Мне кажется, он максимально… Его можно адаптировать к любому жанру. То есть, в любом темпе. То, как рэп звучал, там, до этого. Это было, там, вот, во времена гуф и так далее. Там, 95 bpm. Условный темп, да? Такой медленный достаточно. А сейчас рэп звучит, там, до 140-160. Ну, то есть, по мне, успех жанра в том, что ты можешь взять любую, в принципе, музыку. И рэп, в принципе, не звучит… То есть, нет такого понятия, как, по мне, больше рэп. Все теперь звучит, как рэп, в таком случае. Или ничего не звучит, как рэп, в том числе. Потому что сейчас каждый второй рэпер больше поет, чем читает, в любом случае. Я видел, что все больше и больше рэперов начинают петь. И это уже, как бы, все равно… Всегда такое было мнение, что хип-хоп, там, рэп – это когда читают. А ты будешь читать? Как только рэперы запели, все, это уже превращается в мелодика, это уже поп… Это уже, как такая, уже чуть-чуть поп… А ты будешь читать рэп? Я? Да. Дэнни планировал. А может вам… Синхронно? Может. Может. А вот это попробуйте. А может они… Может, да, Серега, к тебе на трек заотпрыгнуть? Ну, мы можем посидеть на студию, послушать. А, я думал, ты за треком потянулся. А я трек вот. Ну, давай посмотрим, что ты-то нас принес. Зайчок с треками. Что-то сушничок у вас, да? Кто еще пил? Мы не пили. Что ты? Кстати, пил я, да, пьете вы. Да. Ну, что, итак, оценки. Ну, вот опять 10. 10. Так. Да нет, я поставлю… Я… Доставь, что хочешь, господи. Это какой-то… Шаолин пошел? Шаолин… 6. 6. Так, 10, 6 и оценка от зрителей. Всем привет, меня зовут Слава. Я достаточно успешный человек. Недавно купил себе машину. Включайте песню. Еще поставлю 10. Мирные дети любят играть в снежки. Многие уже умеют лепить снежную бабу. А свои мужики с усами фрут мушки. Щедро посыпают мир наиболее слабых… Если честно, вообще не знаю, кто это. Я, в принципе, рэп люблю, но вот этот трек не понравился. Не зашло. У этой песни очень плохие рифмы. Какие-то они такие простые. Слава. Бит не особо качает. Средняя вообще песня, даже ниже среднего. 3. Я бы поставил этому треку оценку 4. Как бы если убирать между тем, что без музыки ехать или с этим треком, то его можно фоном включить, потому что в целом не так уж прямо плохо, но, я думаю, высшие он оценки не заслуживает. Слава. А он знает, как кофты его греют в холодную зиму? Да, но это как раз… Что за кофты, расскажи. Ну, насколько я понимаю, это мерч Гуфа? Да, конечно. Вот я рекламирую мерч Гуфа. Да, конечно. Я поэтому искал, мне кажется, десятку поставил. Да, он стоит в мерче Гуфа, работает… И говорит, я вообще не знаю, кто это. Класс. Да, я знаю. Он стоит в мерче Гуфа, работает он у Басты. Да, и ставят четыре Гуфу. Бессмертные, наверное. Так, двадцать баллов. А у тебя есть корпораты в этом году? Да. Да? Много? Ну, не так много, как тебе особый мой любимый ответ. А тридцать первым работаешь? Тридцать первым работаешь, да? С Кристиной. А, точно, вы с Кристиной. А где вы с Кристиной работаете? В Трандуте. Да, в ресторане, да. Ну, круто. А ты когда-нибудь выступал на Новый год? Нет, я стараюсь отказываться. На Новый год, кстати, не было предложений, по-моему, но в целом от корпоратов пока что… А вообще от корпоратов отказываешь? Ну, по большей степени, да. Что, типа зашквар, что ли? Да нет, но просто мне кажется, нужно дойти до этого еще как-то морально… Подожди, ты так говоришь морально, как будто там какое-то сексуальное извращение на корпоратив происходит. Да, да, да. Это как-то морально… Нет, мы таких вот тоже не выступаем, это же не бани. Ну, праздником нужно быть частью праздника. Знаешь, как были… Ну, я догадываюсь, что… В истории, что в девчачьей группе… Да, да, я на самом деле, конечно. Побаним. А не вы можете не петь уже. Просто приезжайте, сделайте вид, что вы поете в микрофон, но не в микрофон. Как? Ну что, поехали, третий трек впереди. Учина. Мандаринка, и бокальчик любимого и Кристала, на закружит димушка пушистая, заберу тебя из собой в Новый Год. М-ан-да-а-а-рин-ка, и бокальчик любимого и Кристал-а… Любимого и Кристал-а. На закружит димушка пушистая, заберу тебя с собой в Новый Год. Ну что же ты грустишь, моя милая Знаю, не успела все, что так хотела Не переживай, подними глаза Посмотри на небо, будет много снега Ну не плачь, моя девочка, прошу Хочешь, я тебя на санках прокачу Тебе, наверное, точно, наверняка Поднимет настроение Мандаринка И бокальчик любимого И кристалла Назокружит им Спасибо Ну что, Серега, дальше? Ой, да Я уже сам хотел нажать Просто Серега, мазохист А мы с радостью нажмем Ладно, не издевайся, я тебя сейчас сокручу Ну конечно, вот твоя реакция, первая вот эта Это самая мощная рецензия на песню Мандаринка Ты узнал эту исполнительницу? Конечно, я узнал Ну, как не узнать А кто это? Вот я не узнал И мне кажется, зал что-то знает Потому что у них реакция была прям на повал Ребята что-то знают Давай, давай, Марк Вы что-то знаете Давай поугадываем, давай Мне нужно догадаться, кто? Это человек? Да Хотя Да, ну Давай Так, окей Она ближе к моему поколению Да нет, уже Ты по возрасту хочешь? Да, да, да А сколько тебе лет? 28 Ну она где-то идет От тебя к середине Где-то между нами От тебя к нему идет Я понял Моего возраста Что еще можно спросить? Блин, я Мне кажется, я просто не догадаюсь Сколько вопросов мне спросил Она пыталась Праздничное настроение передайте Получился В каждой песне Пыталась Вот ключевое Ключевое слово для творчества Пыталась Каждый выход прям Да Так, чтобы все увидели Да, не Звезда Мхата Имени Горького Она вела какую-то передачу О, да, вела На пеньке сидела Я просто не Она вела У костра сидела Большой брат Большой брат Все сидят у костра У вас большой брат Все Ну конечно Ну видишь О! Уж подсказку дал про большой брат Да, молодец Обождил И так Это действительно Ольга Бузова И дава Конечно дава Мандаринка Это самое правильное место Между этими двумя слогами Взять дыхание Да Мандаринка Я вот думал об этом Ринка А можно, а можно, а можно еще, ну еще раз включить на припев? А там, как не нажмем, что ли, ее припев будет? Достянуться до мечты, я тебе в этом помогу. А сейчас я знаю, что тебе точно наверняка поднимет настроение. Манда. Тебе сейчас точно поднимет, сейчас точно поднимет тебе настроение. Так это у нас, послушай, это же из нашего детства. Наху, наху, на хуторе мы были, иба, иба, и бабочек ловили. Да, да, кстати. Манда. Все, это, мне кажется, тема исчерпана. Оценки. Господа, балы. Слушай, и балы. И бал. На самом деле, давай так, очень можно по-разному относиться к Ольге Бузовой. Да, мы сейчас... Пошел, пошел типа. Что сейчас? Вспомнил, что он ее встретит, она скажет... Что же ты, Сережа, меня обидел? Не-не-нет, я... Не-не-нет, дожди. Можешь им сказать? Она еще приедет к тебе в тигре с клеткой? В тигре с клеткой с... В костюме тигра? Тигрица. Ой, ладно. Я на самом деле считаю, что... Марк, ты как? Да, вот я... Да, пытается меня послушать, я пытаюсь сказать. Да, скажи, все, я молчу. А что касается Ольги Бузовой, это, конечно, такой прям очень яркий персонаж в шоу-бизнесе, который с каждого своего выхода делает яркий перформанс. Она в него очень сильно верит, вот в себя, в все, что она делает. У нее большая команда, да, с ней работает. И, конечно, это иногда прям too much. Мы с ней действительно пару раз общались, пересекались. Она в жизни достаточно юморная, классная девчонка. Я считаю, что все-таки она не певица, она вот шоу-вумен. А певица себя называть надо, я об этом ей говорил, и в лицо, и в интервью об этом говорил. И в другие части тела говорил. Вот. Ты не певица, ты не певица. Нет, она... Шоу-вумен. Она, она так, как сказать, персонаж-то, наверное, какое-то слово очень обидное, я не хочу так называть. Но просто там артистка, может быть, не знаю, как это... Ты знаешь, какой совет? Если, не дай бог, ты когда-нибудь окажешься в суде, сам никогда не говори. Себя размажешь, да? Только адвокат, только адвокат, да. Она назначила себя певицей. Вообще она шоу-вумен. Да и шоу-вумен-то она, нет, но она была, конечно, на сцене в театре. Я ей говорил, в лицо, куда ты прешь? А она говорит, я хочу выступать. Мы редко с ней встречались, да теперь вообще вряд ли увидимся. Ну, а она такая. Нет, я считаю, что она, конечно, не певица. Я ей об этом говорил. Ну, вот, я не знаю, я, кстати, вспоминал сейчас выпуск, когда... Хорошо. Да, да, и вали карнавал. Ты сейчас сейчас почувствовал, Мюшка, валить, да? Да, нет, я сейчас точно не почувствовал, но суть в том, что я вот не считаю, что нужно, что обязательно круто уметь петь, чтобы стать крутым артистом в целом, да? Я тебе не про артиста говорю, а про слово певец и певица. Ты можешь быть артистом, пукать микрофон, ну, не ты конкретно, да? Ну, при этом собирать, и ты, вот, ты артист, но ты не певец. Ты не певец, а смотри, это пукнуть. Это музыкально. Ну, а можно... Себе моли... Можно, допустим, особо не уметь, даже не уметь петь, все равно чутье должно быть внутри в любом случае. Ты интуитивно можешь владеть, там, семью нотами в одном какой-то, в одной, там, в основном тональности, да? Ты можешь Канни Уэста назвать... Ну, он не певец, как и Дрейк, но почему я привел Дрейк как пример? Хорошо, ты их называют певец Канни Уэст? Нет, нет, конечно. Нет, конечно. Давайте про Канни это не опасно. Я пытался объяснить то, что Дрейк... Давайте про Басту, давайте про Басту скажем. Баста певец или нет? Ну, нет, ну, слушай... Часы. Часы. Это аккуратнее, да. Да. Не пидите лишнего. Баста. Ну, нет, он все равно что-то пропевает. Ну, нет, в таком век не певец, я считаю. Не певец. Нет, ну, рэпер. Давай так, Даба, певица или актриса? Ой, да, да. Простите, я... Это точно не ко мне. Слушай, Даба тоже не певец? Тоже не певец. Да, хорошо. А теперь... Марк? Теперь расскажу по поводу песни. В общем, несмотря на то, что я говорил, что можно владеть одной октавой и сделать гораздо интереснее песню, чем человек, который умеет петь в три. Дрейк, к примеру, он всегда... То есть ты считаешь, Оля одной октавой владеет? К этому треку не относится, если бы не его включили на Новый год, я бы на Мандарины не смог больше никогда в жизни смотреть и попросил разбудить меня в 23-м. Скорее всего, вот так скажу. Ну, слушайте, я правда, я ничего личного, но... Да говори, как думаешь? Мы же песню оцениваем, а не людей. Троечку. Троечка. Ну, я вот, как мне в школе двойки ставили, я тоже по единице каждому... Отмстишь, запоздала. Угу. Хорошо. Два, три, пять баллов. А теперь мы узнаем, что решит случайно выбранный Олей Бузовой зритель. Всем привет, меня зовут Андрей, мне 32 года, я артист электротеатра Станиславский. Включайте трек. Симушка, игристого, пушистого, бокальчик. Ну, это не очень прикольный был трек, мне не понравился он, не знаю, по моим вкусам, это не Качева, не Стайлова, по-моему, в этом нету какого-то драйва и вайба. Отдает какими-то не очень качественными девяностыми, поэтому по мне не очень круто. Такая музыка, на мой взгляд, не может играть на новогодних вечеринках. На тусах должно быть весело и драйвово. Я ставлю этому треку один балл, если бы я услышал это на новогодние вечеринки, это была бы худшая моя новогодняя вечеринка, поэтому... Слушай, это какой-то обратный отсчет. Три, два, один, взлет! Да, шесть баллов. Да хватит уже играть, ну что, тебе правда тяжело вставать? Да нет, какая разница, я просто пока думаю. Думаю, так. Так, шесть баллов. Четвертый трек, слушаем. Какой минимализм. Как будто венгальский еще огни. Это же тоже что-то из девяностых, судя по... Ну и судя по... Судя по... 16-битная какая-то музыка. Ну какой же новый клуб без даты, без даты? Дата у нас есть. 31-го номерное. Ну а как без Насте и Потапа? Даже без Потапа. Будем танцевать, настроение волшебное. Мы поем на нашей вечеринке. Парни. И танцуем. Танцы неприличные. Ждут под елкой манда-мандаринки. Еще один. Так они с байцами получаются. От сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляют в Новый год пацаны всей страны и поют девчоночки. А ты мне в Новый год от сосны, от сосны мне оторви иголочку. Гуляют в Новый год пацаны всей страны и поют девчоночки. Ну, я-то сразу узнал этих исполнителей. Ну, это Новый год за колючей проволокой, да, с этого альбама? Нет, кстати. Это не с какого-нибудь телевизионного новогоднего фильма. Нет, нет, это специальный сингл, да? Да, это сингл, причем, ты знаешь, я помню, когда он вышел, я очень удивился, потому что до этого этот дуэт как-то вот так вот... Не каламбурил, не каламбурил. А ты чувствуешь, они прям по нашей беседе пошли. Мандаринки, от сосны, от сосны, от сосны, оторви иголочку. Этот дуэт образовался еще до того, как Ольга Бузова закончила школу. 2005-й, по-моему. Это как раз песня 2010-го года. Нет, они образовались. А ты понял, кто это? Потап и Настя. Конечно, Потап и Настя Камиль. Никогда бы не подумал, кстати. Да, это удивительно. Ну, я слушал, естественно, какие-то песни. Причем, что, опять же, уважаю и Потапа, и Настю, и знаю, какую они музыку могут делать. Это прям днище, я считаю, просто потому что так каламбурить, это прям себя не уважать. Может, это специально, так, знаешь, совсем вот поиграли в такую? Ну куда, поиграли, ну поиграли. Ты зря говоришь про новогодние мюзиклы, потому что это новогодние мюзиклы, все были для ящика, на ящике это бы не пришло. Да, да, странно, просто и аранжировка, что это за продакшн такой? Это реально какая-то кассия. Они-то классные, ребята сами по себе. Ну ладно, что, мы песню конкретно оцениваем. Нет, песня прям вот, прям и по музыке, и по словам, и по исполнению, а по мне прям это четкая единица. Один? Один. Так? Ну ладно, двоечку поставлю, поменяемся местами. Что это ты вдруг, а что тебе хорошо, что тебе понравилось? Ничего, совершенно, просто по единице каждому, получается, как это тогда было. Подтап, Настя. Просто я не считаю, что эта песня чем-то лучше предыдущей, поэтому странно, если... А, ок. А, подожди, а предыдущая, а я тоже двойка дал, но тогда двойка, да. Ну все, один-два. Ну и за третьей оценкой, как всегда, обращаемся к товарищам-зумерам и знатокам крутых вечеринок. Давайте перенесемся в лучший бар Москвы и узнаем, что же они думают. Всем привет, меня зовут Беатрис, мне 22 года, я педагог по вокалу и музыкант. Включайте трек. Ну как же новый год, без даты, без даты, дата у нас есть, 31 год на первое. Ну а как без Насти и Потапа, как же без Потапа будем танцевать, настроение волшебное. Очень-очень новогодний трек, мне нравится. Как раз такой веселый, чтобы слушать его, резать оливье, готовиться к праздникам, к Новому году. Это Потапа Насти, по-моему, да? Мне очень нравится Настя, у нее хороший вокал. В этой песне, конечно, особо вокала здесь не нужно, потому что песня настроение, песня классная, веселая. Здесь нужно как раз-таки передать посыл праздничный, новогодний. Я думаю, что ребятам это удалось, как и в принципе им всегда удается в своих треках передать атмосферу и настроение. Кто-то может спеть эту песню на Новый год, предпраздничное время, конечно, это очень хороший трек. Я ставлю этой песне 7 баллов, потому что она праздничная, веселая, заряжает на позитивное настроение. И я думаю, нам всем стоит ее слушать перед праздниками. Пока режем оливье и готовим утку. Пока режу оливье. 10 баллов. Я вообще не знаю, как может быть педагог по вокалу 22 года. Ну так же, как и в оценку такую песню поставит, мне кажется. А сейчас все такие, здравствуйте, мне 14, я продюсер и инфлюенсер, и все. Да, Оля Бузова подвинута десяткой. Тут борьба серьезная развернулась. Новыми наличьи, газ музыкалики. А? А ты не хотел идти. Что тебя бьешь? Потому что тебя бьют. Подзадорить, подзадорить надо. Давай. Ты можешь тоже меня вмазать. Это у нас такая свободная программа. Еще не вечер. Конечно. Марк, ты как? Я тебя не буду бить. Ты крутой рэпер. Может, ты застрелишь в ответ. Ну, как бы все можно бить. Серега, ты добрый. Максимум клок волос. А ты все-таки другая культура. Что ждать, не понятно. Да, другая культура. Итак, мы послушали 4 трека. Вы уже знаете, что слушать на новогоднюю вечеринку, правильно? Предыдущую песню, конечно. Конечно. И чем-то надо заполироваться. Пятый трек. Это Ленинград, да? Дед Мороз раздает подарки и смеется на ходу. Кто-то из вас умрет, ребятки, в этом новом году. Класс. Снова новый, новый, новый год. Кто-то не доживет, не доживет. В эпоху ковида очень стрёмно слышать эту песню. Но это постарше, наверное, песни все-таки. Ну, понятно. В общем-то, снова новый год. Скоро новый год, никто не доживет. Преободряющая песня. Да. Песня сопредседателя партии Роста. Да-да-да-да-да. Веселые депутаты. Это такая предвыборная песня. Конечно, да. Голосуйте! «Пираты 21 века» альбом. Это где был ВВВ Ленинград. Ленинград, svb.ru. Да, да, я помню эту песню, конечно. Еще кучу всего там. Ну что, Марк, как тебе вообще группа Ленинград? Как эта песня? В детстве я гонял треки группы Ленинград. Наверное, не знаю, что дети делали или нет. Но это как всегда такие группы были. В молодости это было, что, Красная плесень или еще что-то такое. А что, родители не запрещали слушать? Там же мат был всякий. Так я у отца диск-то и подрезал. А-а-а. В машине я помню. Так, ну хорошо. Как песня «Новый год»? Ну, после предыдущих двух, как бы, тоже. Зашла, да? Да, да, да. Я поставил бы, наверное, шесть. Я вообще считаю, что Ленинград как перфомеры, они как музыканты очень крутые. Потому что у них всегда, они всегда работают живьем и всегда большое количество музыкантов. Прям там целый оркестр, там. Ну давай так, Шнуров певец? Нет. Ну, нет, он... Ну, музыкант. Рок-исполнитель, не знаю. Ну, музыкант. Исполнитель, музыкант, да. Ну, в гитаре играет. Уже автоматически. Все-таки уже это. Что-то музыкальное. Ближе к певцу, да? Ну, это же культовая группа, по факту, своего времени. Я не соглашусь, что это не новогодние песни, а просто новогодние, когда уже все напились. И вот не факт, что кто-то доживет утра, потому что так напились. Вот, и мне кажется, под этот трек прям все прыгают уже с токанами все равно. Ну, хорошо, какие оценки, Сереж? Слушай, я поставлю восьмерку. Восемь. Шесть. Шесть-восемь. И давайте узнаем мнение наших зрителей. Привет, меня зовут Маша, я комьюнити менеджер из Digital Агентства. Ого. Включайте песни. Снова новый, новый, новый год. Кто-то не доживет, не доживет. Я прям... Так, ну, песня хорошая, но как бы в 23 года уже такое не слушают и на вечеринках такое не играют. Как бы на вечеринках играют Канни Вест, Дрейк, может быть, Артик и Асти, но уже не свежо, не драйвово. Вот моя мама вот такое танцует, а я нет. Ну, я этому треку поставлю троечку. И то за ностальгию, как бы из детства. И все. Три балла. Ты представляешь, мы с тобой дожили до момента, когда Ленинград это группа родителей. Да. Представляешь? Да, слушай, и нормально. Просто как раньше песниры. Why not? Слушай, приведи ее на концерт Ленинграда и... В его Ленинград заиграет или Лабутена, и все, она будет в восторге. Так, 8. Я 8 поставлю, мне понравилось. 8, 6 и 3. Да? 8, 6 и 3. 17. 17. Ну что ж, достойная погоня за гуфом Шнурова. Так. Я, видишь, стал бодрее вставать после того, как ты мне сказал. Правильно, правильно. Ага. Ты люди подумаешь о ревматизме. Раньше времени. Нет. Я просто стал задействовать мышцы ног. Раньше я пытался только за счет интеллекта встать. Ну, я бы поменял бы парочку местами, конечно. Ага. Ну, будет свое шоу, будешь расставлять. Так, ну что, джентльмены, я хотел бы, чтобы вы обратились к зрителям шоу Музыкалити и пожелали им счастливого Нового года. Осталось всего несколько дней до Нового года. Да. Можешь что-то пожелать. Вот в эту камеру? Да. Вон та. Друзья, я желаю всем вам побольше поводов для улыбок и для смеха. И слушайте хорошую музыку, улыбайтесь чаще. Прекрасно. Марк, пожалуйста. Я вон в ту, да? Да. Друзья, желаю всем счастья. Главное, чтобы в следующем году было меньше штаммов и больше штампов в ваших паспортах. Вы много путешествовали и наслаждались. Я хотел бы сейчас обратиться ко всем, кто смотрит нас, наше шоу. Я вам благодарен за то, что вы с нами, за то, что вы лайкаете нас, пишите комментарии, за то, что вы болеете нашим шоу. Это здорово. Спасибо вам и увидимся в 2022 году. С вами были Сергей Лазарев, Максим Галкин и Маркул. С Новым Годом, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова